Уважаемые коллеги, здравствуйте! Этот видеоурок посвящен инструменту, который называется перораспознавание фигур. Его иконка выглядит так. А найти его можно на панели инструментов. Перораспознавание фигур как бы выпрямляет начерченные от руки основные фигуры. Круг, треугольник, квадрат. Прямоугольник. Какова же методическая ценность этого инструмента? На мой взгляд, его главная функция – это придание ресурсу эстетической привлекательности. Поясню на примере. На уроке математики в первом классе или на занятиях с дошкольниками учитель просит посчитать, сколько кругов на данном рисунке. Для проверки учащиеся могут обвести нужные фигуры или обычным пером. Или пером распознавания фигур. Согласитесь, что во втором случае все выглядит намного эстетичнее, аккуратнее и, соответственно, улучшается восприятие. На одной из конференций, выступлении учителя из Казани Серегины Надежды Анатольевны, я увидела следующий методический прием использования пера распознавания фигур. Нужно посчитать, сколько прямоугольников на данном чертеже. Ребята называют ответ. Как вы понимаете, ответы могут быть разными. А вот для наглядной проверки с помощью пера распознавания фигур обводят каждый прямоугольник. Заливают его определенным цветом и делают полупрозрачным. Так как у нас два таких прямоугольника, его можно клонировать и переместить на свободное пространство. Аналогичным способом обводят и все остальные прямоугольники, составляющие этот чертеж. В результате видны все фигуры, а самое главное их количество. Для того, чтобы убедиться, что посчитаны все прямоугольники, составляющие чертеж, можно наложить их снова на чертеж и посчитать. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Уважаемые коллеги, поделитесь своими идеями по использованию этого интересного инструмента. Спасибо.